Приветствую вас! Вначале я отвечу на вопрос, который вы задаете, а потом я бы хотел небольшой такой комментарий дать, если позволите, по поводу всего вашего текста, а не только по вопросу. Значит, ваш бывший молодой человек ведет себя так, потому что, значит, вы для него, по сути дела, символ поражения. То есть он не смог удержать вас рядом с собой. Он не смог справиться с теми вызовами жизни, с которыми он столкнулся. Он послушался, ну, например, как вариант, он послушался к свою маму, в результате чего он фактически вас потерял. И, значит, именно по этой причине, по причине того, что он вас потерял, молодой человек и не может с вами нормально взаимодействовать, не может с вами нормально общаться, потому что вы ему напоминаете именно о его несостоятельности. Вы ему напоминаете именно о том, что он не смог, не справился и так далее. То есть в этой ситуации нужно понимать, что ему тяжело. Он надеялся, и я уверен, до сих пор надеется вас забыть. Он хочет вас забыть. У него не очень это получается, но он пытается вас забыть. Тут вы ему вдруг звоните и, собственно, что-то от него хотите. Естественно, ему это неприятно и поэтому он с вами фактически не стал даже разговаривать. То есть, то, что вам важно понять, то, что ему очень, очень тяжело и, в общем-то, он просто-напросто, до сих пор к вам не равнодушен. Вот то самое основное, что можно вам сказать по данному вопросу. Молодой человек, если для вас удивительно, почему он так себя ведет, оказался просто-напросто во власти своих процессов, фрустрации, которые с ним происходят. И, скорее всего, он злится на вас. Это вот такая, знаете, защитная реакция, которую люди часто используют, когда не могут самостоятельно так-то вот разрешить свою проблему. Они могут самостоятельно в ней справиться, они начинают злиться на других людей. И, собственно говоря, таким образом они, значит, ну, скидывают с себя, снимают с себя часть ответственности за то, что произошло. То есть, вашему молодому человеку гораздо удобнее считать, что виноваты, например, вы в том, что произошло в конечном итоге, чем он сам. Потому что если будет виноват он, то получается, что это не только он испортил ваши отношения и, по сути дела, обменил уже практически состоявшуюся свадьбу. Не только он это сделал, но и его мама. А ведь мама – это так, что с ним, в принципе, будет всю жизнь, да, и с ней надо как-то жить. И понятно, что жить с человеком, если ты его, например, считаешь виноватым в том, что твоя личная жизнь не сложилась, ну, довольно сложно, тяжело. И вот именно поэтому ваш молодой человек и предпочитает занимать такую позицию, что это именно вы виноваты в том, что произошло, а не, например, он. Как это вот, в принципе, есть на самом деле. Ну, опять же, не он, конечно. Тут надо понимать правильно, что виноват, как с тобой, виноват не он. Виноваты, скорее, те ценности, в которых воспитала его мама. Потому что, по-хорошему, мама, в данном случае, ну, она должна была относиться к вам с пониманием, она должна была понять, почему вы вот так вот себя вели. В данном случае ваше поведение, оно совершенно естественно было, в данном случае, вот, и я, если честно, думаю здесь, что сыграла роль именно те ценности, которые были у мамы, и которые, отчасти, она привела своему сыну, то есть вашему молодому человеку. Ну, и надо сказать, что, надо сказать, что, если бы ваша свекровь бывшая относилась к вам хорошо, и, значит, так, если бы она относилась бы к вам хорошо, то вряд ли она бы стала делать вот так, потому что, ну, отношения, если они хорошие, если вот они, если отношения, если отношения есть, если этими отношениями дорожат, скажем так, люди, то их не станут рушить вот так вот быстро, скользь и так далее. Ну, а молодой человек оказался более привязан к своей маме, к сожалению, чем это, например, казалось изначально вам, и, может быть, это даже хорошо, что вы с ним расстались, потому что его мама, например, вполне спокойно могла бы вмешиваться в вашу жизнь, даже если бы вы поженились, стали бы жить вместе и так далее. Теперь, по поводу того, значит, что вы спрашиваете, я сказал, и я могу перейти к некоторым мыслям относительно того, что я увидел в вашем сообщении. Ну, в принципе, по большому счету, вы просто пересказываете историю, которая с вами случилась, история не самая радостная, безусловно, вот, но вы говорите о странице, вы говорите о странице своего молодого человека, который якобы ее создал, если я произнес, почему я говорю слово якобы, ее создал для того, чтобы следить за вами и так далее. Ну, во-первых, если вы говорите, что эта страница, она никому не известна, вот, если вы высказываете такую позицию, вот, что страница новая, никому не известна, то откуда вы знаете, что он наблюдал, наблюдает за вами? Так, как это проявляется? Если вы говорите, что страница не известна никому, откуда вы знаете, что он наблюдает за вами? Так, как это проявляется? Далее, молодой человек, даже если наблюдает за вами, то, в принципе, это его желание наблюдать за вами. И совершенно необязательно, что он ждет возможности, чтобы с вами вновь сойти. Он наблюдает за вами просто, чтобы убедиться, например, в том, что вы одна. Или, если он увидит, что вы с ним встречаетесь, чтобы, например, мешать, начать и так далее. То есть, это все не означает того, что он как-то о вас думает и настроен к тому, чтобы с вами восстановить отношения или хотя бы диалог. И последнее, что я хотел бы вам сказать. Вы решили позвонить к нему и узнать, как он. Зачем? Зачем? Зачем вы сами решили ему позвонить? Что вы хотели этим добиться? Далее. То есть, вы в ответ услышали полное безразличие. Безразличие – это может быть напускное. А вот. Безразличие, как таковое, отсутствовало. Потому что, как видно из вашего текста, значит, молодой человек не совсем безразличен к вам. Он не стал с вами разговаривать. Если бы у него было безразличие, как таковое, он бы с вами разговаривал, он бы с вами поговорил, он бы с вами даже пообещал бы вам встречу, обещал бы вам встретиться с ним и так далее. Вот. И в итоге потом просто бы напросто не пришел на встречу или сказал бы, что у него дела. Но он не стал с вами разговаривать, значит, это не безразличие. А значит, да, безразличие откроют вам какие-то эмоции. Какие эмоции именно, мы не знаем, потому что это третье лицо, это не вы. Но тем не менее, что безразличие напускное – это факт. Это абсолютный факт. Хотя бы потому, что месяца, если я правильно вас понял, месяца достаточно мало для того, чтобы подобные эмоции, подобные чувства улеглись. Вот. Надеюсь, вы сможете распорядиться грамотно информацией, которую я вам предоставил. Надеюсь, что вы сможете использовать ее себе во благо. Я же только хочу вам сказать, что если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!